друзья всем привет с вами сергей партнер авто краснодар я вам представляю автомобиль который у нас зашел в продажу это бмв x5 2014 года выпуска вот так он выглядит вид у него просто шикарный дизельный двигатель хорошие колеса так и в общем то сейчас мы пройдемся прибором посмотрим попробуем определить если у него какие недостатки не вообще можно ли с этим ездить дальше в общем то автомобиль выглядит прекрасно расширители арок у него колеса стоят разноширокие 20 радиуса и в общем поехали друзья так заднее правое крыло заводское заднее правое крыло она полностью четко и хорошее крыло недостатков на нем вообще никаких нет задняя правая дверь так подождите задняя правая дверь 120 113 тоненький слой 120 но вот здесь вот я вижу подкрас она в общем то выглядит хорошо замечательно все но есть окрас так а по крылу что я по крылу скажу так по крылу что у нас в уголках во всех пробьем его что было ясненько 129 177 до задняя крыла тоже окрас она просто покрашена очень хорошо я его здесь внизу все-таки пробивается по толще слой есть окрас верху отлично в общем два элемента вот этих окрашенных выглядят они достойно посмотрим проем сразу и дверь внутри дверь внутри заводская то есть окрас косметический снаружи только проем проем тоже заводской получается окрас у нас косметический друзья так передняя правая дверь вот передняя правая дверь прям отличная она идеальная дверь она заводская это точно это точно вот есть здесь не знаю видно не видно друзья и нифига не видно может быть и видно микроцарапина уберется полируйкой легко так передняя правая крыло пластиковая но судя по лакокрасочного покрытия она идеальная вообще она не крашеная она не крашеная четкая расширители идеальные тоже не поцарапаны ничего так то есть правая сторона выглядит она отлично окрас двух элементов двух элементов по колесам значит колеса практически новые они выглядят они как новые пробег минимальный на них какой-то 19 года резина где она здесь 19 года чтобы показать вам вот 19 год резина диск не поцарапаны ничего совершенно тормозные диски тоже они новые новые тормозные диски износа вообще нету никакого подкрылки все целые все хорошо все четко вообще никаких я не вижу там недостатков так порог тоже целый хороший может быть очистить немножко вот это алюминий так задний правый колесный диск колесо вообще тоже диск в идеальном состоянии тормозной диск тоже износа совершенно не имеет под крыльями подкрылки вот эти тканевые не разрушенные ничего в общем в идеальном состоянии возможно как новые выглядят они вообще-то на самом деле только на них немножко песочек колодки тоже вижу новые так вот вижу один сколик увидел мелочь так дальше друзья смотрим идем дальше оптика оптика выглядит отлично вопросов нету прям прям очень хорошо выглядит оптика противотуманка тоже нормально отличная так значит окрашивался передний бампер я это вижу что он окрашивался есть вот какие-то накраски вот такие вот есть это как бы микротрещины есть на бампере может быть от некачественной окраски так радиатор выглядит вот так но это нормально нормально он выглядит в общем-то все сотые все просвечиваются не забиты ничего так капот капот у нас крашены и в общем-то окрашены я сказал он не совсем идеально не так как хотелось бы ну в общем-то со стороны вот там не знаю метров выглядит хорошо а вот если прям присматриваться я вижу как бы есть какие-то моменты многие люди этого конечно же не заметят и никто не скажет об этом что он крашены со стороны но я все же занимаюсь автомобилями всю свою жизнь практически я вижу эти нюансики камера их не передаст я не знаю вот так зафиксирую камеру смотрите не видно ничего только если присматриваться очень очень близко дальше оптика здесь тоже отлично идеальная туманка все здесь отлично парктроники передние задние все это есть снизу немножечко зайдем там что снизу вы увидите друзья я его снизу не видел сожалению дальше идем кролло вот это передняя левая она тоже окрашенная микро вижу кроты ручки как бы ну окрас я бы сам не самый супер качественный так дальше диск колесный передний левый отличный идеальный как новые открыльники тоже там все четко вижу все четко дальше левая водительская дверь покрытие окраски хорошая вижу так а ну ка тоненький слой прям тоненький-тоненький подарок под заводской слой окрас в общем то даже на по моему она заводская дверь только локальные вот здесь вот подкрас вот в этом месте вижу локальный окрас просто дверь вся идеальная не знаю видно вам нет вот немного такое пятнышко ореол так а так в основном покрытие идеально вот есть два скола вот есть два скола мы видеть микро за меня микро точечка такая дальше задняя дверь левая окрас тоже тонкий слой косметический окрас косметический окрас и в общем то я вам скажу друзья с этим можно можно ездить с этим можно жить ничего страшного внутри все проемы заводские так заднее левое крыло завод завод заднее левое крыло ну вот под вакуум микро точечка такая мы и вот здесь вот тоже все в общем то в остальном но идеально все выглядит колесо значит задняя левая тоже практически идеально вот небольшой вот зацеп все в остальном все подкрылки все четко идеально красиво вопросов никаких нету так дальше так крышка багажника заводская ну и бампер я вижу он окрашивался бампер покрашен неплохо светлый выход муж никакой сажи ничего нету так коротенькое видео снизу автомобиль так больше друзья что вам скажу внешний вид у автомобиля бомбически вот окрашена у него получается переднее левое крыло капот задняя левая дверь и с той стороны еще два элемента раз два три четыре элемента на кузове так немножко отвлекся сейчас продолжаем то есть окрашены получается три элемента и два бампера до спири на кузове в общем косметика стекло лобовое вышло яркое солнце собой стекло оригинальная без сколов сколов нет по салону дверная карта водительская но отличная 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 дверная карта ничего не поцарапано как бы все хорошо а полите немножечко может микро какие то есть такие на алюминии потертости микро совершенно дальше порог порог выглядит вот так нормально абсолютно абсолютно нормально выглядит порог у нас так ну вот такая вот есть вот такой момент есть на сиденье дальше вот немножечко потерлась кожа здесь в общем то то же самое окантовочка немножечко потерлась и вот такие вот тоже пару нюансов есть на сидушке вас остальном вас так и так резюме по кузову крашеный капот левое крыло водительская дверь локально микро пятнышком задняя левая дверь тоже тоненьким слоем там может быть локально это по левой стороне по правой стороне заднее левое крыло тоже снизу и дверь также снизу как-то минимальные такие подкрасы по низу ну и соответственно передний задний бампер автомобиль выглядит со стороны очень даже неплохо прилично выглядит круто выглядит можно даже так сказать свет у него темно-темно-коричневый можно даже перепутать его с черным в общем классно выглядит автомобиль собственник утверждает что он полностью совершенно весь обслужен весь от и до прям ни одного вопроса к нему быть не должно давайте пройдем в салон посмотрим что по салону у нас немножко солнце ко мне конечно яркая вышла друзья но вот так вот все равно мы сейчас снимем посмотрим так пассажирская дверная карта в общем-то выглядит она хорошо отлично замечательно но вот то что я увидел на алюминий микро царапинка до мелочи вам показываю чтобы вам было на расстоянии на расстоянии понятно что это за автомобиль посмотрев видео может быть лишних вопросов чтоб не задавали да какие то вот есть поминтики косметические такие малозаметные но они присутствуют автомобиль не новый вот есть потертости ножка можно детейлингом детейлинга можно это многом чего вообще убрать так сидение яркое солнце но тем не менее как есть вам говорю что она выглядит великолепно никаких вопросов к нему нету так передняя панель тоже выглядит отлично никаких вопросов к ней тоже нет максимум что-то может помыть подтереть почистить выглядит все хорошо здесь здесь тоже здесь вы чисто хорошо отлично так с правой стороны сзади верная карта хорошая все все с ней хорошо вот микро что то есть такое малозначительное порог отличный хорошие внутри сзади есть на полу все хорошо так если такие вот как будто бы это пятна жвачки может быть жвачка вот прилипла и убрать надо вот такой момент есть возможно детей возили дети натоптали сидение сзади отлично а еще здесь момент кстати вот почему то вот здесь не плотно прижимает вот это карман сзади на водить на водительском сиденье справа вот задняя часть вот карман должен быть прижат вот так что-то он не держит не знаю причину этого но вот так так потолок отличный хороший потолок нирваны ничего все четко с потолком все отлично все здесь хорошо вот если вида такая тоненькая царапка которую можно убрать в общем то ну показываю вам как есть дальше в багажнике багажнике все четко и хорошо и красиво ничего здесь не требуется дорабатывать 8 то все хорошо здесь не зацарапано ничего все хорошо отлично друзья отлично все в багажнике сзади слева дверная карта великолепно выглядит никаких вопросов нету к ней порог тоже пластик хороший тут грязь немножечко сидение здесь отличное все хорошо водительское сидение сзади тоже все целое все хорошее так и водительское водительское сиденье водительское дверь больше всего она получает износа и тем не менее тем не менее она выглядит прекрасно я не вижу на ней недостатков никаких так кнопочки все хорошо все с этим замечательно вот вижу здесь немножечко так сфокусироваться камера ну-ка фокусируйся ну не знаю какие то может микро потертости но это естественный взрос никуда этому не деться 100000 прошел уже ездил люди в нем жили ездили находились в общем то все это естественно так порог отличный все хорошо педальный узел тоже не изношенный нормальный абсолютно что касается руля руль обновил человек вот собирался эксплуатировать дальше обновил руль для себя что было комфортно держаться какие-то были потертости может быть на руле я не знаю вот он вот так выглядит сейчас в данный момент так водительское сиденье водительское сиденье боковина здесь отлично есть вот вот здесь такой момент здесь такой момент потертость немножко на коже имеется дальше ну вот если прям вблизи присматриваться есть маленькая потертость тоже на этом кантике да и также вот такая вот как бы можно было где трейлингом это все убрать подкрасить кожу и вот здесь вот еще потертость ну что есть то есть так пробег в автомобиле сейчас мы посмотрим 126 826 ну-ка и посмотрим под капотом что у него там блин что такое так ну естественно капот крашеный крученые элементы есть здесь по крылу ну я не вижу что здесь кручено здесь все на своих местах стоит здесь все хорошо все как должно быть так и с этой стороны тоже я смотрю вроде бы на своих местах все стоит ничего не кручено я на мой взгляд ну под капотом общий вид вот такой скажем да рабочее состояние не намывалось в общем то друзья осталось взять коротенький тест-драйв ну я вам сейчас расскажу свои ощущения как на ходу этот автомобиль поехали так сейчас номера поменяю фитнес фитнес классный диско смотрится вообще такой нарядненько да выгодишь нет абсолютно нет я же петь не умею и танцевать поэтому какая знаменитость и на выглядит шикарно он свет обалденный просто итак друзья тест-драйв погнали так внутри снаружи автомобиль выглядит великолепно приятный ничего там до комплектация не не топовая но все что надо все есть нем для комфортной езды кстати вот 217 лошадиных сил двигатель здесь такой же он 3 литровый как и 240 там сколько 5 или 9 лошадиных сил только программа не другая установлена то есть если его за чиповать он будет ехать не хуже а то и лучше вот так едет сразу поехали мы на нем приятно никаких пинков рывков ничего все четко все четко работает то есть собственник автомобиля прямо утверждает что он в идеальном состоянии по технической части несмотря на вот это окрашенные элементы которые на нем есть но в общем то мы привыкли верить людям и нам люди доверяют тоже кстати и не зря вот поехали отлично из уже тянет общих суток он ничего вот и горюк берег его на такой икс он чипанул уголь фигачить просто ужас кстати привет тебе игорюка сечу от нашей компании вообще отлично эти смотри но мы не можем науки никак от газели сзади она просто смотри настигает на что он делает вообще исполняет просто ужас может у него тоже двигатель от бмв может быть бмв какая-то такая x8 необычная так папа друзья вот мы сейчас через рельсы переезжали и я услышал какой-то солен блок стучок до вдалеке какой то есть момент я вам скажу я на нем ранее ездил это же вот заметил что есть какой-то при переезде с вывернутыми колесами через рельсы там или по плохой дороге где-то может быть стабилизатор не знаю что это может быть вот только это по ходовой я услышал опять же скажу что я опытный водитель поэтому я это услышал многие этого не услышал где-то вдалеке есть там сам все не похвалишь никто не похвалишь я тоже услышал что я тоже слышал ты что же опыта в общем друзья едет вот великолепно машина просто отлично это не спорт режим ничего это просто мы катаемся на комфорте то есть даже представить я не могу что будет на спорте вот включил спорт это просто уже ужас какой-то начинается как она начинает ехать классно притом живет мало да это не здесь мы идем просто набирают очень четко ну куда еще куда еще по трассе этого вот так в городе вот так во всех смыслах просто достаточно ну только если не соревноваться x5n поворот полностью проехали проехали мне так хочется еще немножко покататься потестировать еще отлично едет друзья вообще четко 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 рекомендую внешний вид идеальный внутри хорошо чисто все прекрасно на ходу тоже все великолепно замечательно кстати вы ставьте лайки или дизлайки и может быть какие-то комментарии свои тоже оставляйте друзья вот допустим человек недавно покупал автомобиль у нас и он сказал что короткие видео то есть как будто бы я что-то хочу скрыть как блогер что-то рассказывал по моему почти все показала почти все почему потому что вдруг что-то глаз не увидел я не знаю надо с машиной некоторое время прожить грубо говоря на ней чтобы прям все на ней узнать о ней и увидеть на ней да так сказать ну все мелкие даже недостатки где-то по салону или на кузове я все это показал по ходовой тоже я на ней катался и до этого тестировал и и почти весь день то есть я ничего не заметил кроме вот этого легкого стучка я хочу даже заехать посмотреть на подъемники если кому-то прям конкретно заинтересует ли мы подзвоните я узнаю что этот звук и поеду выясню для вас если вам это надо будет но если вы готовы конечно покупать такой автомобиль вот какой он есть насчет стоимости автомобиля это все все по телефону если вы на youtube канале нас нашли а если в объявлениях на порталах то танца указана почему друзья мы краснодаре находимся занимаемся автомобилями покупаем продаем автомобили все с автомобилями с хорошими желательно мы хотели бы заниматься хорошими автомобили хорошем состоянии что предлагать нашим покупателям хорошие автомобили но если автомобиль имеет какие-то недостатки об этом естественно мы сообщаем человеку соответствующая цена на этот автомобиль должна быть если у вас есть такой автомобиль с некоторыми недостатками ну тогда конечно цена должна быть адекватно чтобы человек принял этот автомобиль с недостатками и мог отремонтировать его и на потраченное время чтобы у него был запас еще в деньгах человек занимается автомобилем он должен естественно понимать что не зря он это делает тратить свое время значит цена ему досталась какая-то хорошая в общем друзья автомобиля отправляем мы по всей россии по краснодару можем доставить по краснодарскому краю доставить вам стоимость все это входит что еще в кредит оформляем автомобили принимаем на реализации уже говорил говорил в общем то у нас есть собственный сервисный центр мне может где мы можем проверить автомобиль если вы нашли в краснодаре автомобиль мы подтянем его к нам нас центр и и человек готов ехать на осмотр потому что есть люди некоторые не готовы ехать на осмотр даже прямо удивляет последнее время подыскиваем автомобиль людям люди не готовы ехать на осмотр на сервисный центр приезжайте покупайте как есть в общем мы находимся в краснодаре вам поможем если что с автомобилем с подбором и так далее в общем с вами был сергей партнер авто краснодар телефон в описании всем всего хорошего